Легион здесь, дорогие друзья! Всем привет! И сегодня мы с вами продолжаем проходить призраковой оперы от Мезон. В прошлой серии мы с вами узнали небольшую тайную ложь номер 5, узнали, что Мадам Жерри в какой-то степени общается с призраком, и то, что Мадам Жерри выгнали из оперного театра именно по той причине, что она якобы общается с призраком, а директора в это не верят. Ну, в общем-то, Мадам Жерри мы с вами в какой-то мере потеряли, а сегодня у нас история Ангел Музыки. Забавно, я слыхал, что до прощального вечера мадемуазель Дайи петь-то толком не умела. Ну, давайте посмотрим, что здесь у нас. С момента появления новых директоров прошло несколько недель. Для стороннего наблюдателя дела в оперном театре должны быть шли своим чередом. Однако... Мэг, что случилось? Маму выгнали с работы. Полиция приходила к нам домой. Полиция? Маму выгнали? Да... Да что же здесь происходит? Мадемуазель Мэг Жерри, не могли бы вы на минуту зайти в директорский кабинет? Помогите, Мэг? Черная роза? Ммм... Что-то я не понимаю. О! Месье Рэми, можно я пойду с Мэг в директорский кабинет? Я не против, если мадемуазель Жерри не против. Спасибо, Кристина. Но почему она не идёт сама с ними? Почему я должен ввести её туда? Эээээ... Ладно. Меня это на самом деле... Ну, не как бы это сказать, вот не бесит, но вот раздражает. Вот я вот приводил аналогию с печкой, и... Там, как бы, персонажи перемещались сами по себе. Ну, когда это надо было. А здесь нас прям заставляют и заставляют ходить туда и сюда обратно. Прям... Эээээ... Ладно. Я привёл мадемуазель Жерри, месье. Что? А что мадемуазель Дай делает здесь? Так, мадемуазель Жерри. Мы сожалеем о ситуации, которая сложилась вокруг вашей матери. Вы знаете об убийстве месье Бюки, не так ли? Ваша мать в этом замешана. Простите? Моя мама? Месье, у вас есть неопривержимые доказательства этого? Ваша мать знает о призраке больше, чем кто-либо ещё. У нас не было другого выбора, кроме как уволить её с работы. Я так и знала, что нельзя было даже упоминать призрака. Мэг... Я должна что-нибудь сказать. Простите, месье Ришар? Я должна поговорить с вами насчёт мадам Жерри. Не нервничай. Артикулируй слова. Если вы поступите так с мадам Жерри, вы потеряете доверие всех. Господа, пожалуйста, снимите обвинения с мадам Жерри. Что ж, мадмозель Дайя, похоже, что однодневная слава здорово ударила вам в голову. Могу сказать вам следующее. Занимайтесь своим пением. Хе-хе-хе. Не могу сказать, что вы самая незаменимая хористка. А теперь исчезните, вы обе. Рэми, то, что сказала мадмозель Дайя, это правда? Суще. Впрочем, мадам Жерри сама всегда говорила, что она подлинная хранительница оперного театра. Боже, работники ещё и бунт могут поднять. Я подавлю всякий бунт, как подавили этих бунтарей нацгвардейцев. Рэми, кого ещё известно о том, что мы послали полицию домой к мадам Жерри? Я полагаю, лишь её дочь, да мадмозель Дайя, знают об этом. Что ж, хорошо. Распорядитесь временно приостановить расследование в отношении мадам Жерри. Мы скажем, что уволили её за неподобающее поведение на работе. А тем временем, давайте-ка разберёмся с мадмозель Дайя, которая действительно стала представлять для нас проблему. По правде говоря, мне эта Дайя совершенно не нравится. Не понимаю, откуда она набралась наглости так себя вести. И в самом деле... Не стих ли это пор, как её неизвестно кто поставил на главную роль в опере? Зачем нам вообще рассматривать рекомендацию графа Дешаньи? Графа? Старшего брата, а не Викунта? Викунт, должно быть, уговорил своему брата. Эта рекомендация ей ничем не поможет. С этого дня и впредь, вместо мадмозель Дая, в заднем ряду хора. Хе-хе-хе-хе-хе. Пожалуйста, подождите минутку. Ааа, наконец-то она прибыла. Это кто? Кристина заступается за Мэг перед директорами. Эм, потом... Граф Дешаньи? Граф пишет рекомендательное письмо Кристине для оперного театра. Ааа, то есть, получается, это в действительности Филипп порекомендовал ее на роль? А я на самом деле думал, что это призрак. А оказывается, нет. Рады видеть вас обоих. Зачем вы вызвали меня сюда? Я едва оправилась после болезни. Здравствуйте. Отрадно видеть вас, мадмозель Алонца. Мы чувствуем своим долгом кое-что вам сообщить. Что бы это могло быть? Знаете ли вы некую Кристину Дая, Хариску? Кристину? Это одна из моих любимых подопечных. Такую добросердечную и в то же время упорную Хариску в наше время трудно найти. Все ли хорошо? С ней что-то случилось, пока меня не было? Хм... Мадмозель Алонца, есть кое-что, о чем вы должны знать. Боже мой, знаете ли вы, что сказала от вас мадмозель Дая, когда захватила главную роль? А, вот они как решили поступить. Вот говнюки, а? Оба причем. Директора хотят использовать Карлоту для того, чтобы избавиться от Кристины, потому что Кристина очень тепло относится к Карлоте. Ну, я надеюсь, Карлот им не поверит. Так, Парижская коммуна. Революционное правительство Парижа во время событий 1871 года. Первое в мире революционное правительство. Парижская коммуна просуществовала в Париже всего 72 дня. С 17 марта по 28 мая 1871 года. Коммуна произвела ряд мер для улучшения материального положения широких слоев населения. К сожалению, 21 мая войско французской армии вступили в Париж. Но еще целая неделя потребовалась им для того, чтобы снова полностью овладеть городом. 7500 коммунаров сослали в Новую Каледонию, одну из колоний Франции. Постойте, Новая Каледония же находится в Тихом океане, да? Ух ты, и далеко же их сослали. Многих выслали из страны, но еще больше казнили. Точные цифры до сих пор неизвестны. Во время коммуны обсуждалось много прогрессивных идей над улучшением условий труда да прав женщин. Как жаль, что дальше этого тогда не пошло. Не знаю, как тебя благодарить, Кристина. Не стоит благодарности. С твоей мамой поступили несправедливо. Надеюсь, они оба прозреют. Да, я тоже на это надеюсь. Пойду репетировать, а ты будь осторожна. Я очень надеюсь, что для тебя это все закончится благополучно. Да, только вот неблагополучно все это кончится, мы уже видели. Может, призрак напрямую и не виновен в увольнении мадам Жерри? Но стоит только о нем подумать, и на тебя сыплются несчастья. О, призрак должен быть прячется где-то поблизости. Не стоит мне об этом размышлять. Надо подумать о чем-то приятном и постороннем. О, да. Морская раковина и письмо, что Рауль дал мне вчера. Посмотрю-ка я на них и вспомню детство. Я ведь их на гримерном столике оставила, да? Ну, пойдем посмотрим. Там ли ты их оставила, или не там. И что-то мне подсказывает, что сейчас появится ангел музыки. Прямо что-то очень такое сильное мне на это подсказывает. Так, она сказала на столике, да? А где на столике? А, окей. Я точно помню, что оставила их здесь, в уголочке. Куда же они подевались? Может, на пол упали? О нет, должно быть, снова потеряла. Сначала шарфик, а потом и их. Эх, что же я такая невнимательная в последнее время. Неужели это потому, что Рауль вернулся? Как можно потерять драгоценные сувениры, которые и Рауль, и я хранили 10 лет? Почему все, что связывает меня с Раулем, пропадает незаметно от меня? Не потому ли, что я разговаривала с Раулем против воли ангела? Рауль, хоть мы и можем видеться теперь лишь бельком. Тем летом мы были неразлучны. Как часто гуляли мы по берегу и болтали обо всем. Искали гномика в траве. Вместе слушали папины старинные сказки. Ах, папенька, папенька. Когда мама не стала, папенька её заменил. Я помню сказку об ангеле музыке, что папа чистенько рассказывал. Он говорил, что пришлёт мне ангела музыки. Да, мне не забыть того дня, когда я встретилась со своим ангелом. То было три месяца назад. Так, воспоминания. Это произошло три месяца назад, когда Кристина только появилась в оперном театре. Кристина, сколько нам ещё ждать? Ты уверена, что споёшь лучше в этот раз? Нет, не уверена. Но я постараюсь. Дайте мне сперва взглянуть на партиру. На партитуру. Пойте. Ну, хорошо. Попробуй сегодня спеть эту роль. Сначала надо распеться. Режиссёр тебе что-то сказал? Он ясно дал понять, что ты пока не готова петь на сцене. Но репетировать необходимо. Это поможет поправиться. А может ты лучше в танцевальную трупу перейдёшь и будешь с нами танцевать? Спасибо за беспокойство. Но я не могу петь с тех пор, как не стало папы. Кристина, как ты себя чувствуешь? Прости. Прости. Я и не знала. Это значит, что мы все без отцовщины. Это потрясающе. Глупенькая малышка Жам. Ничего потрясающего в этом нет. Ничего, Сорелли. Хотя, может, это... Мэг, Жам. Нам скоро пора на репетицию. Уже? Пока, Кристина. Увидимся, Кристина. Пока, Кристина. Я в тебя верю. Ты скоро снова сможешь петь. Кристина. Кристина. Чей-то голос. Кто здесь? Кристина. Не бойся. Кто вы? Где вы? Отвечайте. Ты не можешь меня увидеть. И я везде. Не бойся. Я не причиню тебе вреда. О, этот голос. Он так прекрасен. Ах, неописуемо. Мне что, чудится голоса? Но... Кристина слышала голос еще несколько раз. На всякий раз она была в одиночестве. Так прошло несколько дней. Хоть я и не поняла, кто это. Голос был столь прекрасен. Ох, какой голос. Ах, если бы я могла петь как раньше. Что же мне делать? Пойти ли мне на сцену и попросить других хористок о помощи? Или репетировать одно перед зеркалом? Работайте над вокальными навыками. Может, мне артикуляцию перед зеркалом потренировать? Нет. Я никогда больше не буду петь. Этот прекрасный голос. Кому бы он не принадлежал, я так завидую. Может, это и есть тот ангел музыки, которым рассказывал папенька? Как он красиво пел. Да, этот голос, эта песня. Они прекрасны. Знает ли папенька, что мне больше не петь? Если б знал, он бы сдержал слово и послал мне ангела музыки. Ах, если бы это и вправду был голос ангела музыки. Как это было бы прекрасно. Голос появился, лишь когда я осталась одна. Может, если я останусь гримерной одна сегодня, я вновь услышу его. Я уже так долго жду. Когда же он придёт? Сегодня я спрошу у голоса, кто он. Он сказал, что не причинит мне вреда. Но как знать? Кристина? Вы вернулись. Я кое о чём хочу вас просить. Спрашивай что угодно, моя Кристина. Кто вы? Я здесь, чтобы помочь тебе. Чтобы быть подлее и слышать твоё пение. Только бы, только бы не ошибиться. А вы... Вы ангел музыки, что мне послал папенька? Он говорил, что пошлёт мне ангела музыки. Тот прекрасный голос. Вы ведь ангел, да? Да, Кристина. Я ангел, что твой отец обещал прислать тебе. Я тут самый ангел музыки. Я пришёл ради тебя. О, папенька. Вы сдержали обещание. Я хочу дать тебе радости небесных искусств. Я хотел бы обучать тебя каждый день. Согласна ли ты? Конечно. И это всё ради меня? Я... Я не знаю, как выразить благодарность. Есть одно условие. Не говори никому обо мне. Об этом не тревожьтесь. Клянусь папиным именем. Есть ещё два условия. Если хочешь брать у меня уроки. Первое. Не люби никого из смертных. Простите? Если влюбишься, я покину тебя. Я поняла, прекрасный ангел. Я не полюблю никого. И ещё. Не ходи никуда, кроме оперы и дома. Но... На этих условиях было принято обещание твоего отца. Ты хочешь отказаться от обещания, данного твоим отцом? Нет. Я на всё готова и сдержу обещание, дружайший ангел. Пожалуйста, научите меня музыке. Я не могу... Потерять папу снова. Папенька, вы прислали мне ангела музыки, как и обещали. Я никогда вас не подведу. Никогда. С того дня начались уроки музыки для Кристины Дайо у ангела музыки. Прошло два месяца. Кристина считает, что со стороны директоров уволит мадам... А, ну это было. Кристина считает, что именно её покойный отец послал ей ангела музыки. Так, работайте над вокальными навыками. Но Петина стала лучше. Это определённо. Кристина, твои ежедневные успехи просто ошеломительны. Моё сердце переполняется гордостью, когда я слышу твоё пение. Спасибо. Это всего лишь благодаря вам, ангел. Никогда не думала, что папенькина сказка об ангеле музыки сбудется. Мы слушали её с Раулем в детстве, но Рауль никогда не верил в ангела. Мне трудно его винить. У Рауля пальцы в скрипичных струнах заплетались, и даже тогда было ясно, что встреча с ангелом музыки ему не грозит. Рауль? Да, когда папа и я ездили на море в Трестрау с семьёй профессора Валериуса, я столкнулась с ним совершенно случайно. Я до сих пор не могу забыть то лето, что провела с Раулем. Когда мы встретились три года назад, он уже поступил в военное училище. К тому времени он превратился в крепкого юношу, но сохранил прелестное лицо ребёнка. С тех пор я о нём ничего не слышала. Интересно, играет ли он всё ещё на скрипке? Он учился у моего папы. Папа слыл гением скрипки, однако Рауль немногого добился. Кто этот Рауль, о котором ты говоришь? Ты говоришь о нём с улыбкой на губах. Ты что же, отдала сердце человеку и царство земного? А, понимаете, Рауль, он... Я не стану тратить время на клятву преступницу. Я вернусь на небеса и распрощаюсь с тобой навек. Я... Раулем звали мальчика, с которым я играла в детстве. Я о нём заговорила лишь потому, что вспомнила вдруг на минутку. Да, именно так. Рауль для меня никто. Так ты говоришь никто. Значит, ты не будешь против, если он понесёт заслуженное наказание. Нет, вы не можете. Спрошу ещё раз. Кто он тебе? Рауль. Он мне как брат. Ты не лжёшь? Не лгу, поверьте. Отныне он лишь брат мне. Ничто на земле не станет мою любовью. Поверьте мне, ангел. Всё земное мне чуждо отныне. Поверю тебе на слово. Ты должна любить лишь мою музыку. И меня, Кристина. Дорогой ангел, а долго ли я должна скрывать свою способность от всех? Вы сказали, что я должна вам довериться, но прошло уже два месяца. Все кругом унижают меня, считают, что я ужасно пою. Я боюсь, меня скоро выгонят из театра. Наберись терпения, Кристина. Верь мне. Твой отец сообщит мне, когда время настанет. И ты засияешь ярче всех на театральной сцене. Учится ли это до того, как меня выгонят из оперного театра? Время шло, и настал день, когда Кристине предложили главную роль в торжественном представлении. Я приняла роль, не подсоветовавшись с ангелом. Поймёт ли он, если я честно признаюсь? Я и вправду сказала, что соглашусь на эту роль, но не сказала, что раскрою подлинный талант. Как бы то ни было, ему я сказать должна. Ангел музыки разозлился на Кристину, когда услышал от неё про Рауля. Так, Кристина, ангел музыки. Кристина лошёт ангелу о Рауле. Ангел мой, я здесь. Ты припозднилась сегодня. Что-нибудь случилось? Да. Я возвращалась с репетиции хора, и натолкнулась на господ Зибиены и Полыньи. Поговорив с ними, я увидела, что месье Бьюки скандалит с кем-то, и мне надо было узнать, что происходит. Меня попросили остановить месье Бьюки, и я не смогла отказать. Кристина. Ты хочешь сказать мне, что суетные дела отвлекли тебя от моего урока? Это... Люди такие уязвимые, их так легко сбить с пути. Если ты желаешь достичь небесной музыки, пусть ничто не отвлекает тебя. Да, ангел мой. У тебя, похоже, что-то другое на уме. Господа Зибиены и Полыньи попросили меня сыграть главную роль на прощальном представлении. А что ты ответила? Вы сказали мне скрывать свою способность, но они так отчаянно просили, и я просто не могла отказать. Кристина. Как ты смеешь принимать такие решения без моего согласия? Ты ставишь меня ни во что. Простите меня, мой ангел. Я должна была об этом подумать. Прощальный вечер уже не за горами. Как давно я сказал тебе скрывать свои способности? Немногим больше двух месяцев назад. Два месяца. Мне надо узнать мнение твоего отца об этом деле, и тогда принять решение. Если он одобрит это, у меня нет возражений. Спасибо, ангел. Огромное спасибо. Всё это благодаря тебе. Пока рано благодарить. Я узнаю мнение отца как можно скорее. Если папенька одобрит меня в главной роли, значит я смогу петь новым голосом перед всеми собравшимися? Моя Кристина. Таков был наш договор и тому быть. Как только отец даст согласие, ты станешь петь своим новым голосом. В тот день, когда ты выйдешь на сцену, люди Земли испытают небесный экстаз от твоего пения. Папенька, спасибо вам огромное, что послали мне ангела музыки. Пожалуйста, убедите ангела дать мне главную роль. Молю вас. Теперь же время урока. Оставь же бренные занятия и приблизься ко мне. К месту, где нет тьмы. Этим вечером на репетиции прощального представления Кристина была Маргаритой. Тогда я была рада и главной роли, и тому, что снова встретилась с Раулем. Но сейчас я запуталась ещё больше. Скоро время урока. Надо бы мне прекратить размышлять о прошлом и заняться только музыкой. Тогда и мысли придут в порядок. Ангел музыки ругает Костину за то, что та отвлеклась на мирское. Мирское. Неважно. Ну что ж, у нас уже время подошло к концу, поэтому пока что мы с вами закончим на этом. Если вам понравился ролик, то обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, которые я все вижу, читаю, лайкаю и, конечно же, на них отвечаю. Ну и также не забывайте подписываться на этот канал, подписываться на мой второй канал и присоединяться к моему Дискорд-каналу, ссылки на которые есть в описании под этим роликом. Ну а на этом всё. Здесь был Легион. Увидимся в следующих роликах. Дискорд-каналу